И завершая наш выпуск, слушайте, товарищи потомки. Литературный марафон, посвященный творчеству Владимира Маяковского, стартовал в округе около двух недель назад. За короткий срок он собрал вокруг себя немало ценителей творчества известного советского поэта. Продлится марафон около полугода. Завершающий этап состоится 19 июля, день рождения поэта. Марафон стартовал 6 февраля. За время его проведения организаторам уже есть о чем рассказать. На нескольких площадках прошли литературные чтения стихотворений поэта. Мы с ребятами читали стих Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Мы с ними долго и жадно обсуждали стих этот, что хорошо, что плохо. Вытирали грязь со счетчик, если вы помните, такие строчки. Говорили о том, как можно обращаться с книжкой. И все это на примере творчества Владимира Маяковского. Идейными вдохновителями создания литературного марафона стали школьники. И, как отмечают организаторы, это не может не радовать. Эту идею подсказали сами подростки, которые вышли с такой инициативой, что они хотят читать рэп-тексты. Сами их пишут и хотят сами исполнять. Но когда мы их прослушали, конечно, нам как-то стало немножечко, может быть, не по себе. И мы им предложили, что очень хорошо на рэп, на эту музыку уложатся стихи Маяковского. Давайте попробуем. И попробовали. Так что заинтересованных оказалось немало. Например, как Анастасия Игнашова, ученица девятого класса. Для нее Маяковский благодаря урокам литературы стал любимым поэтом. И по ее словам в литературных чтениях она не смогла просто принимать участие. У меня почему-то сразу пришла идея сделать какую-то символ, привнести свой вклад в этот литературный марафон. И я предложила Ирине Николаевне сделать эмблему. И сразу пришло вдохновение, я начала творить, руки сами рисовали. И за достаточно короткое время получилась, по-моему, прекрасная эмблема. Марафон продлится до 19 июля, когда к 125-летию со дня рождения поэта состоится финал. В этот день исполнят не только полюбившиеся стихотворения Маяковского, но также гости мероприятия смогут поделиться и своим творчеством. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.